Передние ножки заходим, но держим в кант, чтобы линия нет. А на положнике работаем, отталкиваем, отталкиваем, сильнее работаем, отталкиваем. Полина Александрова уже опытная спортсменка, на доске катается с пяти лет. За это время роль первооткрывателя ей уже доставалась дважды. Предварительный заезд на трассе имеет двойной смысл. Это и своего рода красная лента, открывающая соревнования, и проверка готовности трасс. Тренер Полины признается, олимпийский спуск и его воспитанница знает, как свои пять пальцев. Она открывала Кубок Европы на этой трассе. Она открывала чемпионат России на этой трассе. Она эту трассу очень хорошо знает. Она ее ходила не один раз, она ее великолепно знает. И у нее достаточно уровень для того, чтобы ее пройти достойно. А пока олимпийские трассы готовят к главным соревнованиям года, юная сочинская сноубордистка тренируется на спусках горной карусели. Кстати, это единственный комплекс, который не закроет свои двери для туристов на период зимних игр. Более того, работу канатной дороги продлят до 10 вечера. А до второй очереди можно будет подниматься круглосуточно. Сам сезон ката не планируют продлить до июня. Все прекрасно, замечательно, отличная подготовка трасс, подъемники. В Европе учился и там катался, естественно, но не уступает, я бы сказал, европейским курортам. В олимпийский горнолыжный сезон в Сочи приезжают не только российские туристы. Проблем в общении с иностранцами не возникает. Специалисты сферы гостеприимства специально изучали английский. Олимпийские гостиницы обживают первые постояльцы. В медиадеревне уже разместились более 600 представителей СМИ со всего мира. Эти журналисты будут освещать спортивные баталии в горном кластере. А что касается самих олимпийцев, то тренировки у них еще не начались. Сейчас завершаются подготовки трасс. На обновленных улицах Красной Поляны пока немноголюдно. Местные жители встречаются редко. Дети в школе, взрослые на работе. Кстати, большинство краснополянцев трудятся в сфере гостеприимства. Светлана Хорошавина работает в отеле. В поселок приехала 10 лет назад. Тогда Красная Поляна была совсем другой. Мы могли запросто встретить на улице множество собак, свиней, коров. Гуляли по улице. Теперь у нас все заасфальтировано, все красиво, все сделали в одном стиле. Видно, провелись очень много работ. А уже практически через неделю краснополянцам предстоит сдавать, пожалуй, чуть ли не самый серьезный экзамен в своей жизни на гостеприимство. От оценки, которую выставят гости и участники зимних игр, напрямую будет зависеть и будущее горнолыжных курортов, и благосостояние людей. Красная Поляна сейчас переживает свое второе рождение. Маленький поселок более чем со столетней истории буквально за несколько лет превратился в современный город. Сейчас сюда съезжаются гости и участники Олимпиады. А сразу после игр горнолыжные курорты Сочи откроют свои двери для туристов со всего мира. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.